Прихожу к вам, я хотя бы просматриваю всю картину дня, чтобы хотя бы чуть-чуть быть готовым, а сейчас просто не успел. Телефон вырубился еще в этой же группе. Ну, все равно, значит, Путинскую присуху-то как-то же, правда? Ну, можно. Ну, конечно. Ну, просто, конечно, ее уже обсасывают. Ну, там тоже есть о чем поговорить, да. Собственно, не столько, сколько вот поводы, которые там... И компания RTVI представляет программу «Особое мнение». Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив журналист Танислав Кучер. Здравствуйте. Вечер добр. Ну, без Путина мы сегодня точно никак, но и без вас никак, потому что я представляю себе, что бы я здесь делала, если бы вы не успели на эфир все-таки. А я понимаю, что такая возможность была опоздать на эфир, очень серьезная, да, что-то там с вами приключалось по дороге. Ну, насколько я понимаю, вы меня и позвали довольно неожиданно. Ну, было такое, да. Я с удовольствием принял приглашение и действительно сильно спешил к вам. Была грандиозная пробка. И это забавно, потому что это имеет прямое отношение к теме гражданской активности в России. И когда я попал в эту совершенно мертвую пробку, я понял, что я вас подведу, просто не успею. И поэтому в какой-то момент я объехал эту пробку, нарушив правила дорожного движения. Нарушив, скажем так, не смертельно. Я не причинил никому никакого неудобства тем самым или угрозы ни другим водителям, ни тем более пешеходам, которых там близко не было. Но, тем не менее, через какое-то время, метров через сто, когда я вернулся, скажем так, в пробку, рядом оказалось несколько молодых людей, которые тут же прилепили мне на лобовое стекло красивый, замечательный большой знак федерального движения СтопХам. Так что я стал теперь дорожным хамом, о чем, я думаю, лет 20 многие догадывались назад, когда я действительно водил очень бесшабашно. А вот теперь это стало еще неофициально подтверждено, поскольку, насколько я понимаю, меня успели даже снять. И я единственное хочу передать привет движению СтопХам, потому что они вежливо поинтересовались, куда я спешу. Я не стал бравировать «Эхо Москвы», просто сказал, что успешу. Короче, знаете, если что, Станислав Кучер ехал к нам. Да, я ехал на прямой эфир «Эхо Москвы», но я целиком и полностью поддерживаю ребят. Я знаю, что они вроде как, это федеральный действительно проект, и вроде даже кремлевский, и уж не знаю, всех ли хамов на дороге достойных того, чтобы их тормозили, особенно хамов с мигалками. — Или только избранных. — Они фиксируют, или не всех. Но, тем не менее, я поддерживаю эту замечательную инициативу и считаю, что, в общем, все было абсолютно правильно и заслужено. Так что вот откровенно делаю им рекламу в прямом эфире «Эхо Москвы». Итог, вы здесь. И мы можем поговорить о пресс-конференции Владимира Путина, хоть она и ежегодная. Ну вот тут многие отмечают, что она, может быть, была не совсем обычная, немного не похожа на те, которые были до этого. Но я, прежде чем разговаривать о том, что говорил Путин, хочу вас вот о чем спросить. Все Путин, Путин, а я про журналистов. Как вам вообще журналисты, которые аплодируют во время пресс-конференции? А там такое было. Журналисты такие же люди, как мы с вами. Даже те, кто, на наш с вами взгляд, не является журналистом. Даже те, кто, на наш взгляд, задают непрофессиональные вопросы. Непрофессионально их формулируя или задавая не те вопросы, которые надо бы задать президенту в такой момент развития страны. А дальше они такие же люди, слушайте, ну, кому-то кажется ответ остроумным. Кто-то аплодирует, потому что начинают аплодировать другие. Я не знаю, существует ли у них такой эффект, когда в зале сидит некий специально обученный человек, который вовремя начинает аплодировать, а дальше его аплодисменты подхватывают остальные. Но мне кажется, это точно не заслуживает особенного внимания. Другое дело, чему они аплодируют? И, ну, здесь все зависит от уровня индивидуальной культуры, чувства юмора, которое хромает. Но там это было на моменте, когда речь шла о том, что вот там лизнули американцев. Ну, не знаю, может, кому-то понравилось слово лизнули, может, кто-то нашел это суперостроумным. А может быть, кто-то, вы не предполагаете, давайте думать о хорошем. А может, кто-то аплодировал, знаете, как иногда захлопывают артисты, которые неудачно шутят. Может быть, это был как раз такой момент. В любом случае, это не главное, что, в мой взгляд, стоит обсуждать. Витя и вата. Хотя, ну, не знаю почему, потому что говорить о том, что происходит в журналистской профессии, наверное, тоже имеет какой-то смысл. Я просто вспоминаю, видела ли я хоть одну пресс-конференцию, например, там, где присутствуют западные журналисты, где они бы аплодировали говорящему, или они все-таки должны задавать какие-то жесткие вопросы, от которых говорящему становится, мягко говоря, неудобно. Вы порадуйтесь, значит, в нашей замечательной стране мы имеем совершенно очаровательное единство. Хотел, чуть не сказал. Народу партии едины? Второй древнейший. Ну, в общем, наоборот, мы имеем единство четвертой власти и первой власти. Не каждой стране так везет, правда, когда четвертая власть так поддерживает первую власть. Но если серьезно, то, конечно же, ни эта пресс-конференция, ни предыдущая, никакая другая не могут являться показателем абсолютного того, что происходит в журналистике. Мне кажется, давно совершенно понятно, что, цитируя Бориса Гребенщикова, рок-н-ролл мертв, а мы еще нет. То есть профессия журналиста, особенно политического журналиста, давным-давно в России отсутствует. Есть отдельные журналисты, которые пытаются заниматься политической журналистикой в виде, как правило, политического комментария, памфлета, политической сатиры, как правило, у себя в Фейсбуке или в редких изданиях, типа «Новые газеты», «Нью Таймс», «Эх, Москвы», где-то кто-то пытается даже на «Коммерсант.ФМ» исполнять, в сетевых каких-то изданиях, на «Дожде», на «РБК», ну, пожалуй, и все. Но, как правило, это все равно не профессия политической журналистики, а индивидуальные попытки отдельных журналистов в своих программах. Это, мне кажется, абсолютный факт. Напомню, что первая доктрина государственная, которая была принята в России в начале нового тысячелетия, была доктрина информационной безопасности. Ни внешнеполитическая доктрина, ни даже оборонная доктрина, ни уж тем более экономическая доктрина информационной безопасности. Это общее место, и здесь все абсолютно понятно. Ну и вот теперь мы, наконец, в ней, то есть в информационной безопасности, я так понимаю. Давайте тогда... Знаете, извините, я, кстати, давайте все-таки продолжу. Я вот ехал сегодня в машине, и, опять же, в канун Нового года стараешься так или иначе думать о хорошем. Если все время думать только о плохом, что тебя окружает, наверное, крыша поедет. Так вот, мы с вами все-таки сидим и обсуждаем это. До этого в этой же студии довольно жестко и емко выражался на эти темы Николай Сванидзе. А до этого другие люди. И мы видим, что происходит в интернете, как эту пресс-конференцию со всех сторон обсасывают, размазывают, анализируют, критикуют, как насмехаются. Это пока возможно. И, если честно, я все-таки склонен думать, что не только пока. Мне кажется, что... Вот парадоксальную вещь скажу, но мне кажется, что худшие времена российской журналистики мы уже прошли. Мне кажется, что сейчас, в силу того, что перемены, на мой взгляд, абсолютно неизбежны, как эти перемены будут происходить, понравятся ли нам всем, в какой форме эти перемены будут происходить. Я имею в виду смену основной политики режима. Это большой вопрос. Подождите, а вот это интересно. Это у вас на уровне ощущений или вы видите какие-то один, два, три, четыре признаки? Ну, во-первых, и ощущений было бы достаточно, поскольку, когда у меня аналогичные ощущения были, ну, например, в конце 2009 года, и я принял тогда предложение Дмитрия Солопова пойти работать на Коммерсант.ФМ и вернуться в политическую журналистику, с которой я ушел до этого на несколько лет, мои ощущения оправдались. И 10-й, 11-й, 12-й годы были, безусловно, годами всплеска активности журналистки в том числе. Были запущены и новые медиа, типа того же Коммерсант.ФМ, и заговорили более свободно, по крайней мере, попытались старые. Другое дело, что это была некая временная медведевская оттепель, которая превратилась в такие жесткие заморозки со всеми запретительными законами и законами подлецов. Но сейчас, с одной стороны, это ощущение, а с другой стороны, конечно же, это еще и, я все-таки, политический обозреватель, анализ того, что происходит. Вот давайте мы к этому анализу и попробуем перейти. Буквально через несколько минут Станислав Кучер по-прежнему в нашей студии. Слушайте на Эхе программу «Красная площадь. Дом-1». Совместный проект с Государственным историческим музеем. Проводим радиоэкскурсию. В центре внимания один экспонат. История в деталях и розыгрыш призов на сайте Эхо и в прямом эфире каждую субботу после 10 утра. Подробности на эхо.msk.ru В субботней программе «Лево год у человека с телевизора» вас ждет встреча с телекритиком Ириной Петровской после 11 утра. Новые подходы к оценке эффективности театров. Обсуждаем в программе «Культурный шок» в эту субботу после 13 часов. Наши гости – директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок и художественный руководитель и главный режиссер Дмитрий Бертман. «Культурный шок» в субботу после 13 часов. «Неужели мы остались в студии? Неужели мы сейчас сольемся в экстазе?» Уважаемые радиослушатели «Эхо Москвы», у Михаила Веллера накопился к вам целый ряд вопросов. «Неужели я сейчас вот так прямо скажу вам все, что я думаю о себе и о вас, а также о ваших вопросах?» «Во чем они острее и неприличнее, чем интереснее будет на них отвечать?» «Если вопросов больше нет, слушайте ответы Михаила Веллера». «Нет жизни больше, по счастью, чем вы говорите, когда говорю я, а слушайте вы». Новая программа «Подумать только» с Михаилом Веллером. Каждое воскресенье после 17 часов. Внимание! Воскресенье после 19. Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Гонопольский с Эхо Москвы. Давно он доел всем. Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели. О, заговорил Гонопольский? Подлец ты! Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диска недели, будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок. Два в жица и подлеца. Гонопольский и Нарышку. И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин. Весь коллектив замечательный. Воскресенье в 19.00 на Эхе Москвы. 98 лет чекизма в России. Обсуждаем эту тему в воскресной программе «Цена революции». И у нас в гостях доктор философии, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров. «Цена революции». Воскресенье после 21 часа. Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Ну да. Заходи. На facebook.com slash echo msk.ru Далее на страничке. Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И сегодня это «Особое мнение» журналиста Станислава Кучера. Вы можете связаться с нами. Для этого есть в Твиттере аккаунт «Вызван», а для ваших смс-ок плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Вот в продолжении нашего разговора я вам как раз прочитаю несколько смс-ок по поводу перемены, вот этого ощущения. Илья пишет, вы говорите про ощущения, но ведь три года назад на пике массовых протестов многие тоже чувствовали, что перемены вот-вот нагрянут. Вы сказали, что они появились, эти перемены, но были недолгими. Смотрите, во-первых, ну, например, лично у меня не было ощущения, что мы прямо в 2011-2012 году шагнем в новую демократию. Если предыдущие годы, допустим, 90-е годы это некая реформация, потом за ней наступила реакция, и вот мы шагнем прямо сразу в новую реформацию. Не было такого ощущения. Были, безусловно, надежды, но ощущение как раз было такое, что в какой-то момент то, что происходит, не понравится власти, прежде всего потому, что все это, по мнению власти, вело к новому Майдану. Опять же, десятый год... То есть сравнение с Украиной. Не только с Украиной. Когда я говорю Майдан, я уже подразумеваю все оранжевые, тюльпановые, проще, революции, которые случились прежде всего в 2010 году как раз на Ближнем Востоке. И было понятно, что власть, наверное, больше всего боится именно выхода людей на улицы в России. И поэтому было так же понятно, что Путин 100% пойдет на следующий срок. Напомню, что когда создавался общероссийский народный фронт, ведь фраза Путина в адрес несогласных, а всех, кто не согласен, копытами в сторону моря, она была произнесена не в 2012 году, она была произнесена значительно раньше. Интервью Андрею Колесникову, помните, в знаменитой «Желтой колене», оно тоже было дано значительно раньше. И уже тогда было совершенно понятно, что милитаризация общественного сознания – штука неизбежная, что поиск внешних врагов – штука неизбежная, что поиск внутренних врагов – тоже штука неизбежная. Это было понятно. Но, тем не менее, на фоне всего этого, тогда, в 2010-2011 годах, продолжали развиваться независимые СМИ. А те СМИ, которые были зависимы, стали позволять себе немножко больше. Потом, когда, собственно, наступила новая волна реакции, напомню, что она все-таки наступила при по-прежнему очень высокой, хорошей экономической конъюнктуре для власти. И поэтому многие испытали чувство грандиозного пессимизма, что, ну вот, теперь это надолго. То есть, теперь закрутят гайки, действительно, ничего уже не изменится. И я помню, как Аксакалы отечественного телевидения говорили с грустью мне и моим ровесникам, что вы еще при этих дядях, имею в виду всех обитающих в Кремле, вы еще состаритесь. Так вот, что касается сегодняшней ситуации, то для меня совершенно очевидно, что как раз это конец реакции. Этот конец, и он приближается. Он может быть разным. Ну, смотрите, во-первых, он может быть разным по продолжительности. Правда? Это конец, который наступит вот-вот, или это конец, который может длиться, скажем, лет 10 еще? Слушайте, ну, самое неблагодарное дело делать прогнозы, как известно, но, опять же говорю, по моим ощущениям, и исходя из тех данных, которые у меня есть, объективные просто, целая череда событий, которые происходят в последнее время, я имею в виду и дальнобойщиков, и выступления учителей, и изменение очередной падения рубля, и новое обвинение в адрес Ходорковского, и его реакция на это новое обвинение, и блокбастер Навального, и реакция на блокбастера Навального, и даже вчерашнюю пресс-конференцию Путина, вот все эти события, они говорят о том, что сейчас все будет происходить значительно быстрее. То есть, что вот эта вот энергия реакции, она исчерпана, да? Давайте я вам просто скажу, что я подразумеваю, когда я говорю, вот, все закончится, потому что действительно, может быть, очень в разных формах, по-разному. Во-первых, я наблюдаю, я наблюдаю неготовность очень большой части элиты к абсолютной изоляции России. То есть, при какой ситуации может быть тотальное отключение страны от интернета, убийство в прямом и переносном смыслах слова остатков независимой журналистики в лице средств массовой информации, которую я уже назвал, и вот восстановление фактически нового железного занавеса. Все это возможно только в том случае, если элита добровольно принимает решение превратиться в некий новый аналог Северной Кореи. Подождите, а не может быть так, что элита для себя оставляет свободу перемещения и некую такую вот свободу в мире, а для всех остальных просто этот мир отрубает. Такого не может быть? Такого не может быть. Повторяю, возможен только вариант Северной Кореи. Элита Северной Кореи, она, безусловно, не бедствует, в отличие от большинства населения страны, но она не имеет тех свобод и тех привилегий, которыми обладает наша элита. А наша хочет все-таки и свободу тоже? Наша элита, безусловно, хочет владеть всем тем, чем она владеет сейчас. Она хочет иметь те возможности, которые имеют сейчас. Она хочет носить те часы, которые они сейчас носят, и показывать это. Не заставишь жён представителей этой элиты прятать свои драгоценности, не ездить с детьми на уикенды к тёплым морям и на дорогие виллы, продать недвижимость за рубежом, семьи не заставишь, детей этой самой элиты не заставишь расстаться со своими счетами за границей и со своими бизнесами за границей. Это настолько глубоко, знаете, у меня есть довольно хорошие мои знакомые, не назову их близкими друзьями, но хорошие мои знакомые, которые давным-давно очень неплохо освоились в путинской элите. И эти люди продолжают очень спокойно приезжать в Штаты, рожать там детей, и неподалёку от одного из московских роддомов, не вспомню сейчас конкретно его номер, по-прежнему висят растяжки рекламы «Рожайте в США». То есть есть процессы совершенно неизбежные. И вот все эти процессы говорят мне, что элита не готова к северокорейскому варианту. А все другие варианты, кроме северокорейского, они подразумевают реформу системы. И дальше есть, знаете, люди строят разные версии. Вот кто-то говорит, что лично Путин может это всем реформировать, можно в это верить или не верить. Кто-то говорит, что другой человек, наверное, придёт, но из той команды, естественно, из нынешней команды. И это будет, и либерализация в любом случае неизбежна. То есть вы всё-таки говорите о либерализации сверху. Я считаю о том, что либерализация сверху, на сегодняшний момент, это такой процесс процентов 80, наверное, дает тому, что либерализация пойдёт сверху. А остальные 20? Ну, остальные 20 на то, что она пойдёт снизу. Если она пойдёт снизу, то это действительно очень непредсказуемый вариант, вариант с абсолютно непредсказуемыми посредствами. Смотрите, давайте вспомним историю. У меня такое ощущение, что огромное количество людей, в том числе во власти, да и не только во власти, среди либералов, значительно более радикальных, чем я, они просто не читали элементарных учебников даже в школе или книжек по истории. Там, 1913 год. Россия богатейшая страна, просто червонец наш впереди планеты всей. Мы обожаем мир зерном. Царь абсолютно обожаем своим народом. Проходит буквально три года. Царь, мягко говоря, не то, что не обожаем. Царя просто презирает большое количество людей, вспоминает о том, что вся его родня – это иностранцы. Да, и популярность царя катастрофически падает. Страна находится совершенно в том положении, которое никто представить себе не мог еще за несколько лет. И к власти приходят люди, о которых год-полтора назад, как о мощной политической силе, не слышал никто. И эти люди, которые приходят к власти, ставят к одной и той же стенке и оппозиционеров из Государственной Думы. Напомню, что тогда в Госдуме была действительно сильная оппозиция, и антимонархисты были представлены в той самой Думе. Так вот, у стенки оказываются просто все. А та сила, которая приходит им на смену, она устраивает в стороне гражданскую войну и затем ставит над всем миром фактически эксперимент. То есть это вот те самые 20%, которые вы оставляете на революцию? Я оставляю 20% для варианта с непредсказуемыми последствиями, но сильно надеюсь, что все-таки тот опыт будет учтен и властью, и оппозицией, и, кстати, Западом, который тогда просто закрыл глаза на то, что происходит в России, типа, ну пусть они там, русские, сами с собой разберутся. А потом долго пожинал плоды того, что русские сами с собой разобрались, пол-Европы завоевали, заодно и с ними. Станислав Кучер, журналист по-прежнему здесь. Особое мнение через несколько секунд продолжится. Я только вот там с единственным моментом, конечно, согласна, что он там был обожаем в 13-м году, по-моему, там все к 14-му дошло просто до того, что... Когда Россия, когда Россия после русских... В 1905-й год, а потом... Ну и что, ну Кровавый воскресенье, это... Ну это не Кровавый воскресенье, это эпизод, безусловно, там важный в нашей истории, но его значение и масштаб сильно преувеличено. Люди просили, люди же и шли просить царя-батюшку. Они не возмущались им, они не говорили там, Николай вор, они не несли плакаты. Они шли с иконами, они шли с петициями, они шли с просьбами. А он, безусловно, позже. Русско-японская война, наши герои. Его популярность была вполне сопоставима с популярностью нашего нац-лидера в эти годы. А потом, когда Россия ввязла в войне, когда в стране стали серьезные проблемы с едой и со всем остальным, вот тогда да. Таким образом, по его словам, Россия будет требовать возврата трех миллиардов долларов через сутки. В преддверии Нового года цены на продукты выросли сильнее, чем перед прошлыми новогодними праздниками. Это показывает... Просто мы начали говорить о журналистике, сейчас существует политику, но я хочу сказать, что именно в такие моменты, когда начинается конфликт элит, а он уже 100% идет, как раз оживает журналистика. Просто по той причине, что у людей, тех самых представителей элит, появляется необходимость в информационных сливах, в какой-то борьбе. И это создает немножко другой климат, в котором люди занимают голову. Мне кажется, что, кстати, что касается регионов, то там просто все заасфальтировано. Там задница, там, конечно, асфальтировано. Конечно. Но, слушайте, все же всегда... Информационное... Это уже как называется информационное сопровождение, да, как-то, по-моему, да. То есть, вместо журналистики, там информационное сопровождение администрации. Конечно. Но у нас все начинается уже с регионов, а у нас все начинается в Москве. Алло, Боря, тут такие кресла, мягкие, комфортные, все регулируется как хочешь. Вася, у меня тут кондиционер Tempmatic. Погоду установил себе райскую. Алло, Костя, у меня коробка автомат и полный привод. Это не езда, а просто песня. Алло, мужики. А ничего, что мы все в одной машине едем? Что-то и дело, что в голове не укладывается, что все это в одной машине. Тогда полный вперед. Mercedes-Benz представляет Vita Tourer Select. Вы знаете, куда? Он знает, как. Подробнее в МБ Измайлова. 8495-6650. Пока многие весь год раздавали скидки, мы наши скидки накапливали. Чтобы только в декабре предложить беспрецедентную новогоднюю супер-скидку на апартаменты в элитном квартале сады Пекина на Маяковке. Панорамные окна, подземный паркинг, живые сады на крыше. Зал Beijing Invest. Про Крым еще хочу тут спросить. Там сейчас Аксенов жалуется в Крыму, что Крым не получил ни копейки из целевой программы. И люди недовольны. В общем, это прям прекрасно. Я отвечаю за других смартфонов. У меня есть 4G. Отпускай тормоза. Погнали. Вагонов, робки, кино прямо сейчас. Я хочу просто сказать о стихийном беспределе. Если до этого беспредел был связан с властью, с спецслужбами, и он был как бы организованный такой, то сейчас наступает стихийный. Людей на улицах снова стали убивать. Разборки начинаются снова между бизнесменами. А вот тут горели, кстати, два. Таганский суд и ГУВД горели. Начинаются, слушайте, вот еще раз. А вот на Покровке или на Солянке на днях дагестанцев. Да, на Солянке. Потому что в Москву возвращаются люди. Решают свои дела. Потому что долги не отдают из-за кризиса. Ну, как из кризиса. Когда из кризиса начинается огромное количество разборок на мелкий средний бизнес или то, что от него осталось. И начинают выяснять отношения. Ну, как все, в губля с полицей. Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И это третья часть особого мнения Станислава Кучера, журналиста. Вы еще успеете задать ваши вопросы, прислать ваши соображения. В Твиттере аккаунт, вызванный для ваших смс-ок. Плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Вот Илья пишет. Вы хотите сказать, что Путин никогда не сможет стать Сталином в том плане, чтобы подавить элиту? Нет, он не сможет. И не хочет. Он... невозможно такие параллели проводить один в один. Путин не Сталин. Сегодняшняя Россия... Есть, безусловно, многие... Всегда есть очень похожие тренды, похожие тенденции, которые делают такие параллели очень соблазнительными, лакомыми. Я сам недавно говорил о том, что Ходорковский – это прекрасный кандидат на роль такого нового Троцкого, на которого можно будет списать все, что угодно, любую активность. Вот начнется здесь, дальнобойщики начнут выступать, тут же можно будет сказать, а вы агенты Ходорковского. А Ходорковский кто такой? А это агент, соответственно, Госдепа и всех заклятых врагов России. И даже если кого-то нужно будет сдать из своих, из элиты, всегда можно будет упрекнуть его в участии в неком заговоре таком, а-ля троцкистском. Но понятно, что эти параллели очень сильно уязвимы, потому что и Путин не Сталин, и Ходорковский, не Троцкий, и Россия сегодняшняя – это не Советский Союз 30-х годов, и мир другой во всех смыслах. Прежде всего, есть информационные технологии. Можно сколько угодно их недооценивать, но это факт. Кстати, обращу ваше внимание, буквально сегодня или вчера были опубликованы данные исследования Оливадо-центра о том, что россияне стали с 2009 года, количество россиян, доверяющих телевизору, снизилось, по-моему, процентов на 30 или даже на 40. И можно сколько угодно говорить о том, что телевизор по-прежнему смотрит, абсолютное большинство. Это так, что телевизор действительно контролирует по-прежнему все, и что следующий Ленин, если такой будет, не дай бог, он должен будет в первую очередь взять под контроль телевизор, а не телеграф и почту. Но люди доверяют телевизору все меньше. Это значит, что холодильник выступает потихонечку в качестве соперника? Помните, там, холодильник против телевизора? И холодильник, и, конечно же, альтернативный источник информации, которые никуда не девались. Можно, опять же, говорить о том, что интернетом пользуется не так много людей, но им пользуется много. Просто сейчас... Где же они раньше были, эти люди? А потому что раньше было, что есть, потому что раньше нефть стоила больше 100 долларов за баррель. А сейчас, когда ситуация изменилась, те же самые ребята, в том числе молодые, которые раньше в своих мобильных телефонах исключительно сидели в соцсетях и игрались в игры, сейчас они в этих телефонах начинают уже читать новости. Они начинают в тех же соцсетях уже обсуждать... Курс доллара. То, что происходит в стране. Они начинают искать причины того, что происходит. Экономика, все-таки движущая сила любой политики. И это, вот, мне кажется, что, знаете, и Путина лично, и его команду, даже очень не симпатизирующие им люди, часто называли везучими, фартовыми. Потому что вот каждый раз, когда казалось бы, им везло. И действительно, везло очень-очень долго. Сам президент однажды, по-моему, в том же интервью Калейсникову сказал, что везет тому, кто везет. И однажды было совершенно очевидно, что это везение окончится. И сейчас вот тот момент, когда это везение действительно очень сильно, как минимум, притормозилось. И мне кажется, это было видно даже по лицу, по тону изложения своих мыслей самим Владимир Владимирович. Ну, подождите, это что, само собой, что ли, случилось? Вспомните Олимпиаду, когда он стоял вот весь, там, Сочинскую Олимпиаду, весь в лучах славы и фейерверков. Да? А потом случился Крым. То есть это рукотворно или это вот что-то такое вот инфернальное? Вы задаете вопрос, на который, сами знаете ответ, знаю ответ я и знает абсолютное большинство наших зрителей. Разумеется, это рукотворная история. То есть не то, чтобы везение кончилось само по себе. Везение никогда не кончается само по себе. Знаете, даже говорят, что люди, которые слишком увлекаются азартными играми, они очень часто свое везение, особенно когда много блефуют, они его просто исчерпывают в один прекрасный момент. Им перестают везти и в картах, и в жизни. А мне кажется, это довольно похожая ситуация. Когда ты слишком, в какой-то момент ты начинаешь веровать в абсолютную свою исключительность и в абсолютную свою фартовость, то в какой-то момент тебя это подводит. И вместе с тобой твою команду и очень сказывается на большом количестве людей вокруг. И Путин достаточно, как мне кажется, время это показало, можно его в чем угодно упрекать, но это умный политик, который уж точно преуспел в упрочении, сохранении, приумножении своих возможностей, сохранении своей власти. И он наверняка чувствует эти тенденции. Я не думаю, что он в абсолютном отрыве от реальности, я думаю, что он все прекрасно понимает. Я думаю, что он понимает, что такой экономический кризис, который случился со страной сейчас, он уже чреват не просто проблемами, которые власть может погасить из резервного фонда, а он чреват беспределом на улицах. И я сейчас имею в виду не белоленточные протесты, я имею в виду то, что даже сейчас увеличилось количество убийств на улицах, представители мелкого, среднего бизнеса, бандиты снова начинают между собой выяснять отношения. Просто потому что... То есть это начинает напоминать начало 90-х? Это начинает напоминать начало 90-х, потому что у людей накопились долги, кто-то эти долги не возвращает, кто-то не возвращает кредиты. Опять же, исключительно из-за такой плохой экономической конъюнктуры. И это все выползает, выползает, выползает на улицы. И с этим, естественно, нужно что-то делать. Власть понимает, что если... Это как, помните, когда Ленинградку перекрыли болельщики и националисты? Вот тогда эта проблема была решена очень быстро. Потому что власти прекрасно понимают, что интеллигентные белоленточники-то одно. А вот если на улице выйдет то, что, если не ошибаюсь, Сосурков однажды назвал ликующей гопотой, если не он, то, прошу прощения, у автора. Вот если на улице выйдут эти люди, то им уже будет совершенно все равно. Но есть еще и другая сила. Вот, например, дальнобойщики. Это серьезно, дальнобойщики? Я не стал бы переоценивать значение дальнобойщиков. Я в вашей студии уже говорил о том, что дальнобойщики, ну, во-первых, это не настолько... Это не политический класс, это не политическая сила. Ну, смотрите, сейчас ситуация развивается. Дальнобойщики не однородная команда. Дальнобойщики это все-таки не такой единый мощный профсоюз, который в определенный момент может повернуть свою голову в одну сторону. И когда Медведев говорил, не, ну, все-таки большинство дальнобойщиков, они же не выступают, он был, как угодно относитесь к Медведеву, но прав. Потому что, действительно, очень многие дальнобойщики согласились. Кого-то купили, кого-то еще купят. И проблема здесь не в дальнобойщиках, а опять же в отсутствии денег. То, что у власти закончились деньги, закончились ресурсы. И дальше вопрос, что они сделают. Ну, конечно, они могли бы, наверное, взять, собраться с своей компанией, сделать некий общий фонд из своих личных сбережений. И я не сомневаюсь, что этот фонд был бы таким грандиозным, что можно было бы новую модернизацию начать, диверсифицировать экономику и сделать ее действительно независимой. И все такое проще. Но этого не будет. Но я подозреваю просто, что эти деньги уже в таких местах, откуда их очень сложно вот так вот взять, извлечь. Плюс они, наверняка, у родственников, у детей, которые занимаются абсолютно честным и абсолютно успешным бизнесом. Да, про детей и чайки мы все с вами слышали. Ну, конечно, не только про детей и чайки, и не столько. У всех у них есть дети, и у куда менее именитых господ, чем у чайки. Знаете, сколько у нас, я точно не знаю сколько, но знаю, что много. Совершенно безымянных долларовых миллионеров и миллиардеров, которые никак не занесены в списки Форбс. Которые сидели себе и сидят, продолжают сидеть скромными, достаточно чиновниками невысокого уровня. Ну, короче, вот этого не будет. Вот такого фонда не будет, это я уже понимаю. А что будет вместо этого? Вместо этого будут усугубляющиеся экономические проблемы, и власть будет вынуждена изменить экономическую политику, а вслед за экономической политикой и все остальное, которое называется, то есть власть будет вынуждена пойти на реформы. Я, знаете, опять же, по-моему, у вас в студии Эхо Касьянов говорил о том, что у власти остается вариант либо начать сотрудничество с оппозицией. Власть ужасно не любит это слово «оппозиция». Я не знаю, что для них опаснее, вернее, что для них более нелюбимое слово «педофил» или «оппозиция». Ну, почти синоним в их восприятии. Но я согласен с его прогнозом о том, что или она начнет разговаривать с адекватными людьми, которых можно назвать несогласными, или она действительно будет вынуждена в какой-то момент в истерике пойти на подобие северокорейского варианта. Это возможно, я не исключаю этого. И тогда, да, диктатура, репрессии в отношении всех и вся, и никакой независимой журналистики, и политические убийства, и все на свете. Но все понимают, чем это заканчивается. И что это долго точно уже не произойдет. Посмотрите, есть еще одна сила, о которой наши слушатели упоминают. Вот Владимир пишет, в армии полно квачковцев. И не придется ли бежать все вместе, элите с Путиным и оппозицией? Ну, действительно, вот вы говорите, что элите придется меняться и так далее. Смотрите, это примерно то же, что я говорил, когда вспоминал, там, 17-й год. Да, это именно то, о чем я говорил. И, повторяю, во власти не могут этого не понимать. Не могут этого не понимать. То есть, либо они сами, либо все-таки их. Причем, либо с одной стороны, либо с другой. Да, поэтому я в этом смысле рассчитываю, кстати, и на мудрость моих друзей, коллег, кого сейчас называют общим термином либералы. Потому что у них тоже есть очень разные люди. Есть люди, которые считают, что ни на какие переговоры ни в коем случае. Чем хуже, тем лучше. Вот, все-таки история показывает, что не всегда. Чем хуже, тем лучше. Иногда, чем хуже, тем лучше, заканчивается действительно общей стенкой для всех. И для власти, и для оппозиции, которая так сильно стремилась ее скинуть. Я сейчас не призываю к какому-то коллаборационизму, упаси господи, призываю к тому, чтобы, когда смена курса так или иначе случится, забывать преступления, которые совершались, забывать авторов того же самого закона подлецов, который я действительно считаю, что его правильно так называть, а не законом Дима Якулева. Но я призываю к тому, что до тех пор, пока это возможно, надо стараться решить все эти вопросы разговорами. Не могу не спросить вас про Ходорковского, тоже многие наши слушатели задают этот вопрос. О чем, извините, Ходорковский говорит, опять же, о мирной революции. Так вот, про него, да. Значит, это соперник Путина, вернее так, это главный соперник Путина, задает вопрос наш слушатель. — Я думаю, что Ходорковский — это на сегодняшний момент единственный человек, которого сам Путин считает достойным соперником. — То есть Ходорковский, а не Навальный? — Конечно. По той простой впечатлению, что Навальный хотя бы не сидел 10 лет. У Навального нет, слава богу, что Навальный не сидел 10 лет, и не дай бог, но у Навального нет такого опыта, который есть у Ходорковского. Ходорковского с Путиным все-таки связывает несколько более долгая история отношений, чем с Навальным. Я думаю, что Путин до сих пор не воспринимает Навального как некого соперника, а Ходорковского воспринимает. Помните, Путин однажды сказал, что поговорить не с кем, кроме Махатмы Ганди? — Ну да. — Я думаю, что в реальности Путин как раз уважает Ходорковского и считает, что с ним-то ему, если что, есть о чем поговорить. — Станислав Кучер был сегодня в студии «Особое мнение». Спасибо, что доехали и успели приходить еще. Я Марина Королева. Спасибо. Счастливо. — Спасибо. — Спасибо. Я просто сегодня так был более позитивен. В прошлый раз, например, наоборот. — Не знаю. По-моему, у меня вы в прошлый раз тоже были позитивны, призывали к по всему хорошему. — Не, а вот в предыдущие два раза, когда я здесь был, нет, наоборот. Мне даже... Мы сейчас снимаем, у нас снимают, что? — Да. — Ну, короче, звонили из определенных мест, с вами-то что, вообще с ума сошел, что ли, там, скорее всего, полетел. Потому что я как раз говорил очень жестко и я по всем плохом. Но сейчас, мне кажется, тот момент, когда... — Да. — Уже просто настолько, ну, на звучало, что там... — Ну, кстати, мы, в результате, мы от него сразу же ушли. Заметели? — Ну, да. — И хорошо. И мы пошли прямо вот... — Ну, я просто могу сказать, что те ребята, вот, кто их уговорит, типа, кулачковцы, они так сейчас поднимают голову, и они, они вот, когда начнется, когда все это начнет валиться, вот, они не будут разбирать, они будут одинаково, там, битыми, бейсбольными убивать водителей мигалок. В то время, как хозяева этих машин успеют улететь. Вот, это точно так же, значит, либералов, которые, потому что эти просрали страну, эти просрали страну, на их взгляд. Эти не удержали, эти просрали. И все. — Стас, спасибо вам. — Это как клуб мелкий, опять же, как мелкие лавочники, вспомните, там, Германию 33-34 года. Там же и те, и другие. — Я вот здесь ваше такое радужное настроение не разделяю, что вот мы сейчас там... — Оно не радужное, я говорю о неизбежности, о том, что они должны делать, потому что они не могут... Я поэтому это вслух и озвучивал лишний раз, чтобы люди об этом вспоминали. — Но они предпочтут, что они слиться туда, где их деньги... — Ну... — Это же здесь просто кризис, он сейчас будет... — Ну, во-первых, и там достанут, а во-вторых, ну, хорошо, они же не могут вам в один день собраться, и все улететь вдруг неожиданно. — Ну, во-вторых... — Это физически невозможно просто. — Это, хотя и самолёты на парадах. — Ну, нет-нет-нет, это слишком им чревато, опасно. Нет, им проще сейчас все-таки в какой-то момент... — О том, чтобы их потом, там, не знаю, не сажали пожизненно, не давали за какие-то вещи. Вот и всё. Будут процессы, будут вот такие договорённости. Постепенно, постепенно, постепенно. — Ну, посмотрим. Короче. — На славе. — Скорый день чекиста. Вот как вы считаете, навредила ли Россия её нынешней законодательности? — Засилие не только в структурах власти, но и в структурах власти в экономе везде. — Квадметров с участком в пяти километрах...